Здравствуйте, мои дорогие. Первый день каникул. Джануля уже с подружкой уехала, уже уехала к подружке. Даниил пойдет вудвакинг. Вудвакинг. Вудвакинг это помогать мужу моему вот такая вот металлическая штука, в общем, срезать все папоротники, которые... Чашку свою с кофе поставила ему на это вот на книжку, я не знала, что он ей пользуется, ведь я сказала, извини. В общем, посмотрите на комнату, это он не убирал, я уже не знаю сколько дней, вот, и кровати, и я их не пилила, потому что... Ну, сложно было, много игр и все, и выступления, не выступления, так же у него, celebrations, тяжело переходить с языка на язык. И сегодня у нас с ним договорено, что он поубирает у себя в комнате, а здесь еще и 8 вещей немедленно, стирки. Но самое главное, на полу вещей нету, почти нету, там два носка, это огромный прогресс. Ну, а здесь, в общем, договорено, что меня было с ним, что он сегодня уберет, и завтраком я его накормила, он приходит и говорит, «Мам, помоги мне убрать в комнате». Я просто радуюсь, что сын пришел, попросил о помощи. Средний говорит, «Мам, давай ты у меня в комнате уберешь, а я пойду в Woodworking». Вот, хорошо, давай, let's take a deal. Так что я притащила свой кофе и поубираю. Раньше я вот просто так вот убирала, а тут лучше, чтобы он говорит, вот я пойду ту сделаю, и это сделаю. Это уже прогресс, это здорово. Вот самое главное – это коммуникейшн. Сложнее всего, вот я считаю, я считаю, что сложнее всего между, вообще между людьми, между родителями и взрослыми, между людьми, это найти общий язык. Найти общий язык, вот правильно расставить приоритеты. Когда, что, кому, я имею в виду подчинение, неподчинение, уважение. Вот это вот пятая заповедь, там, где почитай родителей. Первая заповедь, «Только Богу своему поклоняйся». Вторая, «Не сотвори вот себе кумира, не делай идолов». Понимаете, вот вроде бы они вот эти вот есть, эти заповеди, а вот понять их суть, вот это сложнее всего. То есть сложнее всего между людьми, вот вроде бы мы, вроде бы, знаете, вот люди слушают, или вот, допустим, читают. Вот читают, допустим, они знают только один язык, и, допустим, Библия. Вот Библия – это не просто Библия, а не просто книга, а книги, вот 66 книг. И чтобы понять, что мы как, вот как, как правильно, как правильно преподнести себя, и ради чего вообще всё это, чтобы не психовать, чтобы продвигаться вперёд, чтобы продвигаться вот к задуманной цели, вот, к задуманной цели. Но, когда вы идёте к задуманной цели, вы же не сами идёте. Вот смотрите, я иду вроде бы сама, но как женщина, вот я, и женщина, и мать троих детей. То есть я шла, я вам пытаюсь объяснить, что мужчины и женщины, они вот по-разному будут думать. Вам будут и думать, и вот Бог настолько разумно всё устроил, что даже полушариями, вот, у женщины она мультитаскин может выполнить. Я вообще не смеюсь. Она может сразу, вы знаете, несколько, о нескольких вещах думать. А мужчина по-другому устроен. И всё это настолько продумано, потому что вот у женщины есть, допустим, вомб, это, этот вот, утроба, в которой, вот, вот как я могу наслаждаться? И я вчера весь день ставила вот эти вот посты, вся была идея о профессии мамы. А профессии мамы, что я и наслаждалась, вот, как сама личность, плюс я вот как мама, допустим, уже, которого Тоддлера у меня бегал, вот, Даниил, уже, у них же 15 месяцев разница, когда родилась, родилась Дженнифер, а он ещё не ходил. То есть я его носила, тут же я беременная была, она же мама беременная, она же мама, вот, ходящего, вот, ещё не ходящего, то есть ребёнка, которого нужно на руках носить. Она же жена, потому что муж там 12 часов работал, час ему надо было добираться на работу, потом час обратно. И там ещё 12 часов работать, и когда он приходил домой, я не шучу, я всё время ставила эти вот, и я сколько раз говорила, муж, скоро нам нужно будет поставить твою фотографию, чтобы дети тебя не забыли. Потому что, когда он приходил домой 8 часов после работы, и, значит, он хотел, чтобы, вот, я ему ставила еду, вот он ел, и всё, и он уходил весь в телевизор. Уходил, вот он шёл в телевизор, и говорил, ко мне не подходить, и всё. То есть, вроде бы у меня муж был, но, знаете, иногда легче, чтобы он был в плавании. Вот я к этому, потому что функции мне приходилось разрываться, мне приходилось, вот, чтобы быть хорошей матерью, чтобы, вернее, хорошей женой, чтобы он приходил и напитывался энергией, чтобы он расслаблялся, и он привык расслабляться по-своему. Он вообще не привык, у меня Артур, он, вот, старший мой сын, он вообще по-другому. Он приходил с работы, и он впрягался вот-вот в помощь Валюше с двумя детьми, и он его везде возил. Моему мужу это вообще не волновало, просто не волновало. Он вообще не понимает, у него в голове вообще другая система, у него система американская. То, что американцы, американки, они всё делают, они и беременные ходят, они и с детьми, вот, и носятся, и они и водить умеют, они и документы все делают. Посмотрите, но их научили, их детство научили, а мне никто не научил. Вот сегодня Артурчик, у меня старший сын, поставил видео, и вот он говорил, что когда он сюда приехал, и в футбольную команду, то, что он английский, не понимал. Он не понимал английский, и он не смог, этот вот, ну, он не чувствовал команду, а он вообще не понимал, он ни тренеров не понимал, ни него не понимали. И смотрите, у меня вот эти последние дни размышляла, там есть одна мать, ну, одного из мальчиков, Данила, ровесника, в общем, эта мать ещё, она говорит, она мне сказала, она в школе работает, что она учила Артура английскому языку. Я уверена, я уверена, если я спрошу её, какой язык у Артура первый язык, она скажет, она вообще не будет, она понятия не будет иметь. Когда Артур, у меня особый ребёнок, потому что в 12 лет у него, его первый язык, с 8 до 12, его первый язык стал испанским, испанским язык. Потом, когда мы вернулись обратно, он думал на испанском, он говорил как испанец, он вообще, ну, не как испанец, а костижана, это вообще другой язык, это просто другой язык. Я теперь только понимаю, вот, когда, почему, чему ему было смешно здесь на уроках испанского языка, когда мы записали его, учительница-то преподавала испанский язык, она вообще не понимала, что такое костижана, что это вульгарный испанский. И если она говорила какой-то глагол, естественно, он как ребёнок, он начинал хохотать. Поэтому она вообще не поняла, она не поняла, что он, что он аргентинец. Вот, вот в таком плане, он аргентинец, у него мысли, и аргентинца тоже. И у него 10 лет, вот здесь он уже 15 лет в США, причём он уезжал в Одессу, он там на Украине жил 2 года. Ещё я его отослала в Аргентину, он 3 месяца жил, чтобы язык вспомнил. Просто к чему я вам говорю, самое главное, вот это коммуникейшн. Я-то понимала, что ему сложно именно вот коммуникейшн. Стив это вообще его не волновало, его просто не волновало. Он говорит, да, всё будет нормально. А не будет нормально, Артур даже не мог в футбол играть. Он не мог играть в футбол, потому что он не понимал, что ему говорят. И так же, как я с мужем, я вообще не понимала, что он говорит, потому что я английский учила, а не американский вариант. Они привыкли здесь говорить spoiled. А spoiled это вот, spoiled это вонючий этот вот плесневелый. А они так разбалованных называют spoiled. То есть абсолютно другой язык. Можно сказать, вульгарный английский, может быть. Я не знаю, я ещё об этом не думала. Так вот, насчёт коммуникейшн. Вот это никогда не поздно. Пока мы ходим по этой земле, никогда не поздно начать опять всё сначала. Для этого нам Бог дал покаяние. Вот если мы не понимаем, если мы не понимаем, потому что Артур понимает несколько. Он знает этот стиль, американский стиль. Но вроде бы он знает, но у него-то корни вообще другие. И он не может думать, он не может думать, как... Вот смотрите. Смотрите, Валюша, она вся, вот у неё мысли только как украинки. Вот как у украинки, которая смотрела американские фильмы. И когда она сюда приехала, она до сих пор живёт в этих стереотипах американских. Я переключилась. Я переключилась, я была старше. Вот смотрите, человек, который хочет переключиться, вот переключиться, но для того, чтобы переключиться, нужно от чего-то отказаться от старого, чем-то в сэкрифайсе. Я предлагала Артуру помощь насчёт английского, насчёт... Ну смотрите, он хотел с детьми, он мне говорил, у меня есть учителя, у меня есть учителя. То есть он не просил у меня помощи. Он даже не говорил этому вот Стиву, что я не понимаю, ну что он не понимает. Потому что я говорила, мне не стыдно сказать, я не понимаю. Я этого не понимаю, объясни. Но у Стива есть такой момент, что если я говорила, я не понимаю, у него не гибкое мышление. Он так же сам, он употреблял те же самые слова. Я говорила, я опять не понимаю. И он начинал орать. И в таком случае я вообще говорю, да пошёл ты в баню, вот. Или, ну в начале я десять лет плакала. Это сейчас вот. Я поставила позавчера видео, там, вот эти вот зая-зая-зая. Но они-то говорят, мало того, они говорят на одном языке, они выросли в одной среде, и у них вот, да, там, три года счастливая семья. А представляете, а есть ли разные языки, разные менталитеты. А Валюше и Артуру вообще очень сложно. И Артуру очень сложно, потому что ему со всех сторон лилось, что мама поганая. И смотрите, что я заметила. У него до сих пор не вложилось о его личной вот судьбе, о его личной судьбе. Потому что, вот я спрашивала, допустим, Валюшу, а когда Артуру тогда сделали, какую операцию, с какой стороны, а когда резали. Она говорит, не буду я, типа, узнавать, зачем мне это всё узнавать? Вот зачем мне это всё узнавать, я же это вот. А как ты вообще, почему я, если я люблю человека, я узнаю? Вот я о Стиве узнаю всё. Мало того, что о нём, ещё и о его братьях, их биографии. Вот он считает, если я задаю вопросы, значит, для чего? Типа копать или, типа, унижать? Нет. Чтобы знать, чтобы понять этого человека, чтобы понять, на каком языке общаться. Вот, с Даниилом, вообще с детьми я очень стараюсь. Я очень стараюсь найти общий язык. Я точно знаю, вот смотрите, я не знаю, с какой тропы я вылезла. Теперь вот мне полегчало, мне полегчало, потому что, в таком плане, у меня есть, так сказать, отговорка, пока не будет ДНК, вот пока я, допустим, в Украину не поеду и не сделаю ДНК, там, с предполагаемым отцом, он мне не отец. Пока ДНК не будет, вот это вот висящее, висящее непонятно где, вот информация, вообще, откуда я появилась, из какой утробы я вылезла, кто меня кормил, кто меня кормил, когда, в какой утробе я была. Потому что сразу уже миф развился, это чтобы понять, например, вот если Валюша говорит, она болгарка-болгарка, а вот, допустим, она сделает ДНК, вот если я сейчас сделаю ей ДНК, и у неё показывается, ни у мамы, ни у папы нет болгарской крови, вот. Вот это будет то же самое. Артурчик сегодня видео поставил, я просто заметила, что он даже не понял, он ещё не понял чудо, реальное чудо, вот хронологическое чудо своего рождения. Потому что он говорит, он в больницу попал, когда ему месяц был, ему был не месяц, он родился, смотрите, поэтому в прошлом году я хотела, я увидела это с прошлого года, что он, не знаю, как другие люди не рассказывали. Моя мать вообще не помнит, сколько Артуру было, когда попал в больницу, ну, потому что не она лежала, она на пляжах была, я лежала, я жару помню. Дело в том, что если он родился 14 июля, 14 августа, это было где-то 7 августа, жара была невыносима, а может быть, допустим, было 1 или 2 августа. Я просто привязываю вам к жаре, если вы родились, знаете, если я вам говорю, в 2000 году, в 2000 году, в декабре месяц была, на Новый год была жуткая жара, жуткая жара, вот, без кондиционера невозможно было жить. Вы подумаете, Оксана, ты вообще нормальная? Да, я нормальная, я была в Аргентине, а там, там лето в декабре, вот, вот, поэтому у Артура, если его, если ему, вот, если бы он слушал мои видео, он бы много себе понял, но он же приходит домой, правильно он говорит, я не редактирую, я не делаю editing, потому что мне, ну, у меня семья есть, у меня двое детей, и, получается, он разрывается, то, что, как бы, если бы он женился на американке, она совсем с другим смышлением, умышлением, он бы не потерял работу, он бы не потерял работу, она бы вставала с утра, давала ему поцелуй, готовила бы кушать, потому что она бы понимала, что мужа нужно провести на работу, и вот 10 лет я будила мужа, будила мужа, не каждый день, не каждый день, но я, как бы, его подстраховывала, вот, я мужа подстраховывала, Артур еле-еле нашел работу, он, если я сколько раз говорил, вместо того, чтобы приходить домой и отдыхать, он еще выполнял функции, как вот на Украине там выполняют, да, но там менталитеты вообще другие, там вообще другое, там и семьи другие, все по-другому, то есть Валюша притащила свой менталитет вот сюда, свой дальницкий менталитет, теперь смотрите, по документам она вообще не одесситка, она не одесситка, она в Арте, в этом вот, Артурский район, или как их, главаны, главаны, то, что она говорит, что она родилась в Одессе, документы говорят другое, а у нас документы не врут, я имею в виду ни у Артура, ни у меня, мы их переделывали, вот, переделывали в том плане, что вот он родился, я делала как положено, я каждый раз делала как положено, если я его родила в Одессе, вот, в шестом роддоме, естественно, я пришла там, где положено мне его было зарегистрировать, а они нет, а вот эти христиане, они особые христиане, вот, я была не христианка, я говорю вам, за 92-й год я вообще себя не объявляла не христианка, но я уже делала как положено, как положено, я пришла в отделение ЗАГСа с ребёнка и зарегистрировала его, и зарегистрировала я его уже после больницы, ему уже было, сколько, два месяца, это, значит, у него пошёл гной из пупа, ему где-то было две недели, у него только отворился, вот, Артур, у тебя только отвалился пупочек, вот, вспомни, когда отвалился пупочек у твоих детей, вот, как только отвалился пупочек, у тебя сразу гной пошёл, это был не месяц, тебе не было ещё месяца, и мы попали на месяц, почему месяц, потому что месяц я лежала в больнице, минимум три недели, три недели, потому что три недели его кололи, и у него все рефлексы пропали, у него вообще пропали все рефлексы, Вот тогда врачи сказали, что не ходить, не говорить не будет, что он особый ребенок, что он вообще там овощ. Вот в таком плане. Так, я начну убирать, кофе попью и все, и буду убирать. Всем замечательного дня.